всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня 10 августа и сейчас я хочу высказать первое мнение о банановых ногах кто часто смотрит мои видеоролики на канале те видели что зимой я выставляла видеоролик банановые ноги какие они потому что вокруг этого сорта такой ажиотаж поднялся вот эта завышенная цена по 100 рублей подогрела интерес к этому сорту что но его позиционировали как такой диковинный урожайный все я сказала что нужно вырастить попробовать мне вот с двух мест прислали с белоруссии с россией и сейчас я могу высказать первое мнение потому что мнение очень диаметрально противоположное банановых ногах многие начали писать он безвкусный как трава тогда из-за границы начали огородники писать что вы вероятно его не выдерживаете до полной зрелости он когда созреет он вкусный вкусный вот я вам сейчас покажу банановые ноги вот смотрите сначала он у нас вот такой вот он как малахит как будто каменный причем он не только на вид похож на каменный малахит но и вот он вообще каменный а хочу сказать что некоторые у меня выросли с дырочками а некоторые с носиками на одном и том же кустике когда я говорила про казанова что казанова у нас дырочкой а банановые ноги с носиком то они оказывается не все с носиком они есть на конце и с дырочкой вот сначала он такой как я называю как лягушонок на нем вот эти белые разводы полоски это характеристика его сорта причем сразу скажу что избирал из белоруссии из россии сорта немного различаются но я потом попозже белорусский покажу так потом он начинает светлеть вот так вот вот это короче совсем это совсем зеленый начинается фаза молочной зрелости он начинает светлеть желтеть и вот эти полоски немножко у нас пропадают так как томат светлеет потом вот спелый томат все пожелтел поспел вот этот вот третий по счету вот и некоторые в этот период их уже срывают ну смотрите если я возьму в руку и начну сдавливать он очень твердый очень тугой так вот этот он еще достаточно твердый его нужно держать еще потом смотрите он делается ярче как бы более оранжевым таким он же изначально желтый тому более оранжевым и даже в этой стадии я пробовала у него очень сухая структура он не сочный и на вкус нет сладости хотя он уже поспел сейчас перезвоню ждем дальше и вот я короче в этой вот в этой стадии мне не понравился в этой стадии тоже не понравился хотя он всем своим видом говорит я уже созрел яркий такой все я подержала еще дольше смотрите что с ним произошло томат стал такого светлого интарного цвета видите он как бы полупрозрачный бывает яблоки когда поспевают они как медовые и вот в такой стадии он наконец-то стал мягким стал сладким так что банановые ноги эта штучка еще так можно с ним ошибиться можно подумать что он такой сухой волокнистый но вот знаете что я подумала вот в такой стадии когда он твердый такой сухой но уже спелый скорее всего его очень хорошо укладывать на хранение и он будет очень долго храниться я посадила в этом году банановые ноги планирую собрать семена плодов много они понемножку спеют в каталоге будет номер 200 вот это банановые ноги но по вкусу я бы не сказала что он такой восхитительный и такой лучше всех если честно загадка природы намного сладче его и вкуснее но он удобнее наверное тем скорее всего он для других целей попробую его для зимнего хранения может быть он долежит до 8 марта это будет такой подарок всем огородницам все до свидания